День с толком В аэропорту имени Германа Титова начали проверять на коронавирус всех, кто прилетает из азиатских стран В Барнаульской пятиэтажке произошел пожар 90 человек эвакуировано Яды, насилие и мучительная смерть Зачем и кто в регионе беспощадно истребляет краснокнижных птиц В Барнаульском аэропорту в связи с эпидемией коронавируса усилены меры безопасности Сотрудники Роспотребнадзора осматривают всех прибывающих в Барнаул из-за рубежа Прежде всего их опрашивают интересуются самочувствием а также с помощью тепловизора измеряют температуру тела В случае, если она выше нормальной или есть другие тревожные симптомы граждан переведут в специальный изолятор на территории аэропорта А затем доставят в лечебное учреждение При подозрении на коронавирус анализы пациента отправляются в Новосибирскую лабораторию это ближайший пункт, где есть соответствующее оборудование К слову, с начала января в Барнауле осмотрено более 4 тысяч пассажиров но заболевших среди них не выявили Специалисты Роспотребнадзора советуют без необходимости не вылетать в Китай из страны, где обнаружен коронавирус Тех же, кто там оказался призывают соблюдать меры предосторожности Не посещать именно массовое скопление людей где людей много это рынки в первую очередь рынки, торгующие свежим мясом, рыбой и непосредственно торгующие живыми животными А почему? Не посещать зоопарки Напомним, на данный момент на территории России носителей коронавируса не выявлено Основное число заболевших в Китае в странах Юго-Восточной Азии отдельные случаи есть в Европе и Северной Америке Всего известно о 4,5 тысяч больных Из них 107 на данный момент скончались В Барнаульской мэрии ответили на новость о якобы антисанитарии в детском саду номер 40 Чиновники пояснили, что фотографии, попавшие в сеть были сделаны еще летом Тогда же провели проверку и наказали всех виновных Правда, позже в соцсетях добавили На связь вновь вышла работник детского сада и заявила, что фотографии не могли быть сделаны летом Женщина настаивает На снимках видно, что рядом с овощехранилищем и продуктами в детском саду организовали курилку По словам сотрудницы, там стоит дым а на полу всегда находится кастрюля-пепельница с окурками А на кухне не убирают после приготовления пищи и бросают все как есть поэтому в садике завелись тараканы Продолжится ли проверка после последних слов работнице детского сада, пока не ясно Предварительная причина пожара, который случился накануне вечером в жилом пятиэтажном доме на улице Петросухова, неосторожное обращение с огнем Сообщение о возгорании квартиры на втором этаже поступило на пульт дежурного около 18 часов Пламя потушили за 30 минут Здание практически полностью было окутано едким дымом Большинство жителей дома самостоятельно выбрались на улицу Другим же потребовалась помощь спасателей и противогазовые шлемы Никто из людей серьезно не пострадал Причину пожара определяют после экспертизы Силами пожарных подразделений было спасено 20 человек Из них 8 детей В том числе по высотной технике И с использованием ручных пожарных лестниц Извини в ГДЗС На место привлечены также скорая медицинская помощь Экипаж полиции Барнеульские ветеринары, которые пытались спасти краснокнижного сокола Балабана Планируют обратиться в прокуратуру Из-за чего умерла редкая птица И как ее пытались спасти в сюжете Дарьи Дмиллер Эх ты красоточка Молодец, молодец Птицу хвалят за то, что она пытается укусить руку ветеринара не просто так Защищается, значит чувствует себя лучше Еще сутки назад она даже не могла встать на лапы Сейчас ее полечил, опять сорбенты влил ей Уколы поставил Вставай, вставай потихонечку на этот бок, давай Но спасти краснокнижного сокола Балабана Все-таки не удалось В руки Артема Кучера он попал из Бийска Там его во дворе дома заметил мужчина Птица не могла взлететь После обследования выяснили, что пациент Взрослая самка, у нее были разорваны сухожилия На одном крылее увеличена печень Из-за отравления Цвет помета вот такой вот у нее изменился Изумрудного цвета был Говорит о том, что печень отказала Ветеринар уверен, в смерти редкого сокола виноваты заводчики голубей В интернете в открытом доступе можно найти видео, как бороться с хищными птицами Люди покупают эти яды, применяют, мажут голубей декоративных В бракованных, так скажем, когда хищник появляется, эти голуби выпускаются Разные методы лова, убийства, элементами насилия, садизма и прочее Соответственно, хотим обратиться в прокуратуру, чтобы подобного рода ролики, видео, статьи Были просто-напросто заблокированы и удалены Вообще, соколы своего рода санитары Они съедают слабых и больных птиц Балобаны сейчас на грани вымирания За судьбой птицы из Бийска следили орнитологи-любители со всего мира Очень жаль судьбы этой птицы Потому что эта птица, она очень как взрослая Она могла бы еще давать потомство для размножения И увеличивать количество птиц в Россию Я надеюсь, и все надеются здесь Что Россия приняла меры против голубатника Который использует яд против этой птицы У вас тут своего рода морг такой У мелких животных Сейчас птица хранится в морозилке Из-за того, что она краснокнижная Необходимо составить все необходимые документы И взять генетические пробы для изучения Чтобы даже после смерти она могла помочь сохранить свой вид Нарей Демиллер, Андрей Печоркин День с толком От Красноярска до Камчатки Всероссийские детские соревнования по сноуборду Проходят на горнолыжном склоне Авальман За заветный кубок борются свыше 70 спортсменов Из разных уголков России и ближнего зарубежья Самые яркие моменты в репортаже Валентина Аскеровой Внимание Рассекают снег со скоростью 70 км в час Считается, что сноуборд почти в два раза быстрее лыж и экстремальнее Это и притягивает юных спортсменов Которые приехали покорять кубок Алтая по сноубордингу Говорят, душевный вид спорта, хоть и опасный Серьезно падал? Ну, бывало, один раз я упал на спину Чуть ли не сделал сальто И тебя не остановило продолжить заниматься сноубордингом? Нет, потому что это круто Сноуборд – это моя жизнь А есть какие-то приметы у сноубордистов? Перед стартом нельзя очень много пить и кушать Нельзя слушать других по поводу состояния трассы По поводу соперника, чтобы себя не расстраивать И чтобы ты не думал, что ты плохой Или что-то плохо получится Это сейчас сноубординг является олимпийским видом спорта Еще 60 лет назад его вообще не существовало Да и борт выглядел иначе Он представлял собой пару склеенных лыж Максимально сгруппироваться, поджать руки И в случае падения упасть на бок Вот золотые правила, которые помогут избежать травм Финишировать первым и вырвать победу из рук соперника Как отмечать будешь? Я в кругу семьи Вот, попразднуем, посидим, сока попьем В этом году не подвела и трасса Снежная и скоростная Гоняли с комфортом Соревнования по сноуборде Дгуна Алтае Проводятся уже третий год подряд Но впервые такая широкая география К нам приехало свыше 70 спортсменов Около 6 регионов, 7 Самые дальние это у нас прилетели из Камчатки Наши гости А так в близлежащие регионы Ну и Казахстан приехал К слову, у нас на Алтае уже есть выдающиеся спортсмены К примеру, Дарья Фадеева По словам тренеров, у нее есть все шансы Попасть на юниорский чемпионат мира по сноуборду Ну а потом, если прорвется в сборную страны И на саму Олимпиаду Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком Наши ледолазы снова на высоте Дмитрий Гребенников в очередной раз Порадовал своих болельщиков Став бронзовым призером чемпионата Европы Этапа Кубка мира по ледолазанию Который проходил в Швейцарии Третье место Дмитрий заслужил в категории «трудность» Это обеспечило ему пятое место в общем зачете Кубка мира Спортсмен рассказал нашему корреспонденту, что победа далась нелегко К моменту соревнования едва успел оправиться от серьезной травмы спины Чувствую, что не зря я в этот сезон подготавливался Как никогда тяжело после травмы И не зря поехал выступать И вообще все не зря Физические кондиции растут Уровень растет, все растет И вот вам результат По поводу медали Конечно, я счастлив безумно Дмитрий Гребенников сейчас один из ведущих российских спортсменов Выступающих в особом виде спорта Ледолазани Бронза Швейцарии не первый крупный успех в карьере Дмитрия В прошлом сезоне он занял Третье место на этапе Кубка мира в Денвере Первая медаль в международной карьере И четвертое место на чемпионате мира в Кирове Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании «Ивалар» Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей